Перед тем, как начать, я хотел бы вам порекомендовать, если вы любите искать баги, можете искать вместе с этими бага юзерами, которые гнездятся в дискорд сервере, а название канала в дискорд сервере Алиэк Цинг, Алисинг. И самое прикольное, что вы можете просто в описании, вот в самом верху, я там оставил ссылочку, можете спокойно просто взять и перейти, присоединиться к Алиэк Цинг. И в итоге у нас получается вот такой вот здоровенный сервер, где можно очень-очень много, в общем, найти. И тут столько всего, друзья, я думаю, вам понравится. Ну а мы начинаем! Новые баги, новые фейлы, всякие ошибки игры. Нет, этого вы здесь не дождетесь. Опа! Дерево жило, всё жило, всё прикольно. Ставьте лайк, короче, подписывайтесь на канал, потому что в этом видео вы увидите новые баги, которые вы никогда, скорее всего, не видели. Чилик, который собирает баги, ему же респект, это котик геймер. Ники вы видите прямо на экране и смотрите, что он забацал. В общем, на карте Кастилья новый баг под этим вот зданием, под балкончиком. Реально, на танке Эльфант можно сделать что-то крутое. Готовы? Поехали смотреть на результат. И по идее, прямо сейчас что-то должно произойти. А в общем, он как всегда застрял в одном месте и ждёт время очень долго, чтобы просто двинуться и улететь вверх. Скорее всего, это так сработает, да! Ха-ха, прикольно! Ребят, смотрите, что вообще выходит. Ладно, ещё разок. Сейчас, друзья, посмотрим ещё на разочек. Дадим ему шанс оправдать свои надежды на исполнение этого бага. Ну, стоит ли его вообще повторять? Потому что если где-то в бою полбоя вот так стоять, это, конечно, такое себе дело. Но если где-то в возрождении можно так сделать, то, в принципе, неплохо. Но пока что... Посмотрим, друзья. Тогда я вперёд. Когда время приходит, проходит, тогда я вперёд. Да, ребят, в общем, так оно и работает. Он ждёт, потом он двигается и опять под лёд. Ну, как бы прикольно, едем дальше. Второй баг, конечно же, на танке Р-35. На карте Эшелон. Можно сделать вот здесь. На карте вы можете видеть где-то по центру. А, ВК, 72-01. Ребят, его толкает. И он отлетает. Прикол. Это будет прям на вагончик. Смотрим ещё раз. Я понимаю вас всех любителей багов. Это очень круто. Я тоже люблю иногда побаковаться. Это реально здорово. Иногда можно стрим даже сделать такой чисто. Делаем баги в боях. Это классно. Либо в тринке. Я думаю, всему своё время. Так, так. В общем, ребята, он разогнался, да? И опять-таки... Нормально так, нормально. Смятку. Третий баг этот человек взял и нашёл прямо на этой же карте. На ёлочке. Что очень новенькое. Посмотрим, что получится. Скорее всего, его будут толкать вот этот вот Маус. И, конечно же, вот этот вот Е. Хотел сказать 100. Е10. Хе-хе. Один на позиции, второй едет. Неужели одному получится просто взять и запихнуть его туда? Мне кажется, не получится. Но сейчас посмотрим. А вот и Маус. Вот, друзья. Маус это другое дело. Сейчас они постараются вдвоём. Этот закрывает, чтобы он вправо не уходил. А Маус с одного. Ой-ой-ой. Всё, начинается самое интересное. Готовы? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Куда это он полетел? Ой-ой-ой. Чуть не размазался просто. Ещё разок. Так. Попытка номер два. Мне реально было забавно просто. А ну-ка давай, 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 давай. Куда? Куда? Э. Ну, почти. Давай ещё разок. Всё, ребят, запихнули, запихнули. Э. Опять дубль два. Ну, ладно. Давай, давай. Почти. Всё. Последний рубеж. На ёлке. Последний. Ну же, Маус. Давай, ты справишься. Да ладно. Немножко не фартануло. Ещё разок. Ещё разок. О. Кажись, работает. Да. Ну всё, ёлочка. Прощай. А ну-ка. Да что с ней творится просто? Ну всё. Ребята, вообще кормой решили запульнуть. И он между этими чуть не застрял. Так. Ещё раз кормой. Это новый метод, так сказать, а? Давай. Ну же, ну же. Чё ж так не везёт? Всё. Сейчас должно повезти. Всё-таки кормой не работает. Зато вы точно знаете. Ю-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Красиво. Едем дальше. А на карте Юка на танке Батчат. Да можно и на других, говорит. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Лайфхак, красава! Ребят, пользуйтесь на здоровье, если вам не понравилась команда. Новый баг на карте Химмельдорф. В общем, его как-то туда запихнули, на ёлочке. И смотрите, что будет. В общем, он должен двинуться через определённое время. Он специально ждёт очень долго. И знаете, что это будет? Просто. Сейчас смотрим. Так, 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 так. Ну что ж, давай, подлетай. Либо до него уже могли это коснуться, либо, я не знаю. Ну, надеюсь, что всё сработает. Ну же, черек, давай, давай, давай. Вот здесь такая штуковина, ребята. Он прям тут застрял. И посмотрим, что будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, полетел куда-то! Ю-ху! Баба! Ох, красота! Упорвимся на здоровье. Тот же искатель приключения в свою голову на ФТ-АЦ. Сделал или нашёл новый баг с помощью союзника. Естественно. Его запихнули между вот этими двумя водяными колоннами. И прикол в том, что это новый баг. И чем оно всё закончится, смотрим. В общем, прошло некоторое время. Уже конец практически всего. И он должен как-то что-то нам показать. Во, ребят. В итоге его как-то запульнуло в эту текстуру. И только его задочек видно. В общем, смотрите. Это очень прикольно. Что будет дальше, я не знаю. Но смотрите, до конца. Стопудово что-то сейчас будет. А вот здесь он стопудово что-то там наделал. Ну же, да... Ой! Ребят, что за... Он прям на колонну запрыгнул! Да ладно! Ещё прыгает как заяц. Классный баг. Повторяем, ребят, повторяем. Была ещё одна попытка. И он застрял вот здесь. Ха-ха-ха. Что-то... На карте Молендейк можно делать так же, как и на Юконе? Ребят, смотрите. Чё за... На Ягель! У-у-у-у! Респект огромный за этот баг! Обалдеть! Пойду сам проверять. А вот эти искатели приключений как-то додумались у Е57 запихнуть на карте... Морская кавань. Что-то, ребят, это так... Или морской рубеж, вот. Ребят, смотрите, что творится просто. Они поставили один танк в выкатку. И Мауса! Я понял. В общем, не стало этого Ешки. Но было здорово. Пробуйте. Но эти искатели приключений опять-таки не успокаиваются пока. Не забульнут этот у Е57 под самый вот блиц. Ну, это не точно. Смотрите. Они пытаются под... Как это? Канистра, что ли, здоровенная? Вагонетка с канистрами. Пытаются чё-то там сделать. Запульнуть. Там уже два, три Мауса. Много Маусов. Всё равно пока ничего не помогает. Но, возможно, у них получится. Ой. УЕшка, ты куда пропал? УЕшка! Давайте. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Под Фауст улетел. Жалко, конечно, что не наверх, но... Почему я вижу космос? А, это дым от танчика или что? Жёстко. Теперь я вспомнил Майнкрафт и того черрика, который телепортится. Это УЕшка. Я, конечно, всё понимаю, но на такой же карте Фауст. Они пробуют ту же схему, как на морском рубеже. Мамочка моя, Маус, Апмаус. И вот такой вот появляется на свет у Е57 под картой. И я так думаю, что у них всё получится. Так, ладно, секундочку. Давай! Чё, не получается. Ладно, смотрим на результат. А результат-то не за горами. Ребят, смотрите, просто... Ой. Хе, получилось. Это, конечно... Ребят, они, честно, мастера бага. Вот и всё. Все эти челики мастера бага. Поэтому респект вам отдельно, челики. Ой-ой-ой! Куда полетел? Вот это я понимаю. Теперь карта Фауст у нас где-то там. А где это? Короче, я потерял его из виду. Но это было круто. А, вот. Всё. О, какая карта красивая. Едем дальше. Давайте заценим коротенькое вступление. Челик Мангеймси на Шеридане Ракетном прям в бою решил осуществить баг на карте Эшелон. Что же у него получится? Сейчас, смотрим на результат. В общем, он опять трепотнулся вперёд. И вроде бы как реакция какая-то происходит. Но если сейчас он куда-то улетит вниз, это будет неинтересно. А вот если вверх... А ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай. Что-то пока еле-еле происходит. Что-то там происходит. Ну, в общем, не повезло. Ребят, у него буквально последний шанс. Если он сейчас это не осуществит, то, что хотел показать нам, всё. Бага нету. Но должно же сработать. Должно. Всё, друзья. Это последний рубеж. Давай, давай, давай. Ну же. О, хорошо, так как запульнулся. Уху. Полетел трамвай. Ребят, интересно, что сейчас союзники и противники думают? Хе-хе-хе. Просто жалко не на противника, друзья. Если кто-то из вас, наверное, на противника упадёт таким образом, это будет самое лучшее. Присылайте реплеи. Я всегда знал, что вот этот вагончик и поезд из игры Финно-Фантастики. Ну, реально смешно выглядит. Очень смешно и бронировано от слова совсем. И они пытаются на Маусе МС-1 легендарный запульнуть туда. А вы что, шутите? Вроде немножко какая-то реакция была. И он чуть-чуть подлетел. Смотрим на результат. А результат прям тут. Да? Скорее всего. Давай, давай, давай. Маус, Маус. Ой, МС-1. Э-э-э. М-С-1. Ребят, МС-МС это как Маус, короче. Поняли расшифровку? Всё, я расшифровал МС-1. Маус-1. Фу. Хо-хо-хо. Ну, чё вы застряли? Э-э. На самом деле, они специально так застряли, поэтому не нужно его трогать. И через время он сейчас покажет всю свою мощь. Так, так, так. Сейчас что-то всё-таки будет. Он долго, ребята, это делал. Смотрите, что будет. Что, что, что. Это опять-таки та штуковина. Время долгое прошло. Ой, а он полетел. МС-1, ты куда? Просто нет. Неееет. А ведь мог не союзникам приземлиться. Ладно, едем дальше. Опять-таки, эти же челики взяли и нашли на карте Альпенштадт на танке Р-35. В общем, всё, что нужно сделать, это взять два Мауса. Где ты, второй? Ну, в общем, не важно. Ой, мамочки, что с ним происходит? Чё? Он чё упал-то? Ха-ха, прикольно. Иногда, я думаю, это вторжение года. О-о-о-о, какие светильники. Маус, что с тобой происходит? Но суть вся в этом Р-35. Его Маус толкает туда, где реально работает уталкивание. Что? Он там застрял. А теперь ждём результат. А ну-ка. Слабенький был результат, конечно. Ну ладно, даём вторую кнопочку. Давай, Маус, давай, давай, давай. Всё, получилось. Ой-ой-ой, ребят, это... Это... Это что? Что, что, что? Я думал, сработает. Ладно, ещё разочек. Маус опульнул его. О-о-о, подлёд, прикольно. И два Мауса его словили. Благодаря чему он хп не потерял. Так, ещё раз пробуем, друзья. Маус его толкает. Что-то должно произойти. Он его достаточно хорошо толкнул. Но сейчас он уже... Ну уже. Сработает чё-нибудь, нет? Ребят, ребят, работает, работает. А, всё. Ха-ха. Под карту я утонул. Кстати, смотрите до конца. Утонет ли он или нет? Ну, как-то так вышло, что он типа утонул, но тонет постоянно. Смотрите, какой красивый эффект. Ой. А, он тонет, ребят, падает. Ха-ха-ха. Чё это за графа вообще? Так анимацию можно делать. Зато я под картой. И могу сам вращать в камере. Прикольно. Едем дальше. На карте Канёна, опять-таки, на танке МХ-19Т, ёлочка, что-то пытается сделать с этим уже поездом, который уже зарывал. Стоит тут не знаю сколько лет. Ну и, в общем-то, он заброшен, сразу видно. То есть, не пригоден. Каким-то образом они... А, это ВК, по-моему, да? Или поможет. Смотрите, друзья, ёлочка. Ёлочка что-то сейчас МХ-19Т будет делать. Ой-ой-ой. Так, ёлочка запихнули туда. Хорошо. Что будет с МХ-19Т? Сейчас попытаются проверить. В общем, друзья, они попытались там вторую ёлочку-то запульнуть. А вот там МХ-12Т. Видимо, не фартанула. Белая ворона, наверное, у них в семье. И, в общем, ждём. Смотрим на результат, короче. И, в общем, ребят, результат. А ну-ка. Давай-давай, на МХ-12Т. Чё-то сейчас уже... О! Начинает происходить. Какое-то трение, трение, трение. Ну же. Мамочка моя, неужели работает? Работает, работает, работает. Ну, как сказать, работает. Почти, почти. Нужно лишь немножко терпения. И... Ого, он уже чуть ли не вылетел оттуда. Что случится с ёлочкой сейчас, если он вылетит? Опупенно, ребят. Я очень редко вижу моменты, когда так далеко летят на картах от бага. Поэтому просто лайкосик и респект этому челику. Чё он даже под карту провалился? Просто имба. Ладно, едем дальше. Вот этот человек, который нашёл ещё один новый баг. В общем, на карте каньон. Очень красивая, кстати, карта. Мне очень нравится. Но прикол в том, что он на МС-1 таком смешном. Смотрите, куда его запуливают. Даже поставил тыков. Вообще смешно. Так. Чё у него получится? Чё получится? А ну давай, удиви, удиви. Ребят, ребят, смотрите, а. Чё-то там как бы получается. Ещё, Маус, только докоснись. Сейчас, наверное, Маус улетит просто далеко. Ладно, ребят, смотрим на результат. Его запихнули уже, можно сказать, под поезд, или в поезд, или между. Короче, сами всё видите. Но что случится дальше? Ой-ой-ой, что творится? Он и того пытается запульнуть. Сейчас определённо кто-то должен отлететь. Такое редко вообще увидишь. Ну же, давай. Ой. Чё? Чё? Чё это было? Просто респект вам за это. Едем дальше. Следующий баг на карте промзона. Тоже на тест УЛТ. И, конечно же, на Маусе. Что же получится у них, друзья? Как думаете? Сейчас смотрим на результат. Маус гонит на всех парах. Просто под поезд пытается его закинуть на что-то, пока не выходит. Давай, я в себя верю, давай. Дадим ещё шанс. Маус прям хорошо разогнался. И давай, 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 давай. Ну же, отлично, прям под поезд, ребят. И что же у нас выходит? Да, друзья, просто оказался под картой, красота. Ладно. Так, так, попытка номер два. Аааа, пока что не увенчалась успехом. Но сейчас Маус уже разогнался нормально. Да, ребят, смотрим ещё раз. Давай, 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 давай. Уху-ху-ху-ху-ху. А, нормально, в этот раз он просто-просто под картой тонет, потихонечку тонет. Что, реально сейчас он тонет? Ну да, как всегда. Буль-буль-буль, смешно вообще. Ладно, погнали дальше. Чух-чух, чух-чух. А на карте эшелон новый баг. На танке Фош, Маус и... Конечно же, у Е57. Ну что, готовы? Смотрим на результат. Маус, в общем, подпихнул Фоша. И всё, он застрял. Воля. И что дальше? Мне кажется, должен мешаться какой-то мизерный челик на вот этом танчике. А ну-ка. Он просто даёт ему знать, что нужно оттуда ехать. Я понял. Секундочку. Всё, Маус начинает просто таранить этого Е57. Но поезд бездвижный. Он ничего не может, как бы, да? Но смотрим на результат. Вдруг как-то работает это. Давай ещё одна попытка. Ещё одна. Ребят, у Ешку. Туда... О, понимаю. Мне кажется, дело в том, что Фош просто уже не двигается. И когда только его тронут... Да, друзья. Как только он двинулся, он оказался в домике. Прикольный баг. Как вам такое? Хе-хе-хе. Зимушка, зимушка. Какая же красота. В общем, думаю, баг нормальный. У Е, что думаешь? Отстань от меня. Сонт, отстань. Ладно. В общем, он так и остался до конца. Прямо тут. Ладно, ребят. Что... Бывает всякое. Экспедиция на карте Элли Эломейн. Это же оно, да? Я просто не помню уже. Короче. Здесь самолёт упал. Здесь очень жарко. И он просто не выдерживает. Думаю, да когда же приедет этот Маус? Стоп, что? Какой Маус? Да вот же он. Это, ребята, всё-таки баг. Я думал, что нету бага уже. Вы пофиксили. Но под этим поездом баги есть. И смотрите, Маус пытается ему сразу что-то там... А ну-ка, давай, 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 давай. Впихнуть под эту часть корпуса самолёта. Но пока никакого результата нету. Однако, кажется, сейчас что-то будет, что-то будет. Сто пудово. Ладно. Подождём немножечко, подождём. Ладно, друзья, смотрим на результат. Тут, кажется, та же схема. Он очень долго не двигается. И сверху 5 минут полёт нормальный. Парашют не забудь. Он прям на Маусу упал. Чё и... Понятно. После долгих путешествий и неудачных моментов, они решили всё-таки найти ещё один новый баг. На М2 Лайт. Маус прижимает его. И потихонечку он залазит вот сюда. И, как видите, реакция какая-то происходит. То есть сейчас что-то будет. Мне самому интересно, чё? Конечно же, Маус ещё мешается. Но что же получится? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну же, покажи мне. Что-то, в принципе, происходит. Но ничего такого пока что серьёзного нету. Но Маус тоже непростой. Понемножечку, понемножечку. Только докасается баг не удался. Однако, друзья, смотрим на результат. Не, ну сейчас точно однозначно что-то происходит. Ребята, бак признан рабочим. Погнали дальше. Ой-ой-ой, нет, сначала посмотрим огонёк. Ой, хорошо-то как. Я слегка удивлён, как быстро они находят баги. И нашли ещё новый баг. Так, нужно ЛТТБ просто вместить. То есть нужно въехать Маусу вот сюда. И ЛТТБ тоже, чтобы они там стояли. А потом по схеме времени, смотрите, друзья, что происходит. Просто. Так, ладно. Посмотрим, получится ли у них вообще встать в одну полосочку. Секунду. Всё, друзья, у них получилось. Просто он поближе. Впервые позаехал ЛТТБ. И всё, теперь они просто вдвоём вот здесь. И что с ними происходит? Сейчас мы это узнаем. Вот дело в том, что ЛТТБ не сдаётся. Он уже сдался. Он просто не двигается, что бы ни было. Но Маус такой, сыночек, ну давай ты, немножко подожди. Всё будет хорошо. Ой, ЛТТБ просто сверху куда-то переместился. Даже не по линии, что... Короче, баг признан, прикол вообще. И... После такого они решили запульнуть Т-100 ЛТ между камнями. Что же у них получится, друзья? Сейчас мы это и выясним. Так, давай. Не, ну, просто я бы до такого не додумался, друзья. Реально. Смотрим последствия этого всего. Его колбасит уже. Ну, ладно. Подождём немножко. Смотрим на результат. А они не сдаются. Сверху ещё один подъехал. И вроде бы его никуда не отправляют. Но. Это так логично. Сейчас они в космос второго Т-100 ЛТ, который просто стоит наверху, отправят вверх. Скорее всего. Смотрим. В общем, нет. Немножко не так, как я думал. А тот не улетел. Но. Однако у него есть ещё шанс. Но. Они, получается, опять такую же схему делают. Не двигаются. И через время, некоторое время, они просто берут и взлетают. То есть. Нужно всего лишь шевельнуться. И всё. И ты полетел. Смотрим, друзья. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда полетел? Вот это красота. Ууу. Если бы нам Мауса. Ну, короче. Бак удался. Друзья. Но на карте Молиндейк. Этот гений на фоше. Что он придумал? Я не знаю. Ну, давайте смотреть на результат. Короче, он просит всех, чтобы уже отъехали. Вот. Он просто заехал сюда, в этот домик. И он опять каким-то необычным образом даёт о себе знать. Там как раз наклон нестандартный. И, в общем, реакция. Вы чё, шутите, что ли? Это прям как на Яги и Сто. Ребят, на карте Юкон. Ну, вот это баг по-настоящему. Респект огромный за это. Смотрите, ребята. Да, просто. Теперь фанится будем жёстко. Так красиво на карте Юкон. Только её упоминали. Эй, ты чё остановился? Ей дальше. Короче, друзья, они нашли новый баг. Этот баг находится вот здесь. А именно, вот видите, тут иногда можно даже гравитоном в Бигбоссе делать очень красивую, так сказать, штуковину. Которая всех будет удивлять и все будут летать. Однако, Маус должен его подталкивать под вот этот вот нестабильный, который в земле зарос вагончик или кран. Что это такое вообще? Результаты пока что... Ну, слабенькие. Но мы смотрим на результат настоящий. Как только наш герой встал прямо сюда, его, кажется, сейчас откинуло. Да ладно? Прикольно. Так. Ну всё, друзья. Вот это прогресс. Челика, в общем, хотят отпульнуть. Настолько далеко, насколько вам даже не снилось. И сейчас, раз вы это видите, это придёт к успеху! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо сервер и вместе ищите баки. Это просто невероятно. Ну, что это такое? Просто класс. А наши приключенчики не устают нас удивлять. Ну, или не перестают. В общем, и то, и то. Потому что они очень много тратят на это времени. И опять Т-100-ЛТ, Маус и УЕшка, которую, скорее всего, отправят в космос. Смотрим. Каким-то образом они всё-таки это сделали. Маус и кормой его таранил и лбом. Однако, ты чё, полицейский? А, ребят, та же схема. Он просто не шевелился, то есть его туда нужно как бы закрепить. Он потом не шевелится, а потом через время улетает. Как по мне, прикольно. Да, то-то. Они взяли, нашли ещё один баг. На этой же карте, буквально недалеко от того же места, Маус толкает об дрова. И, естественно, там маленькие... Вот эта вот маленькая дровица не даёт просто жить. И поэтому Т-100-ЛТ сейчас туда прям и застрянет. Ждём, вот, друзья, ждём. Смотрите, реально получается. Она потихонечку туда и застряёт. День миллиардный. Он столько выспользнул сюда снарядов, что понял, что шевелиться пока что не нужно. И не важно, что при выстреле танк шевелится, он не шевелится. Так что сейчас время тикает, и он, скорее всего, улетит, как всегда, вверх. По-другому, я думаю, здесь быть не может. А ну-ка, я прав или нет, ребят? Смотрим! Кстати, пишите комментарии, какой пак вам понравился больше всех из всех, что вы видели. Ну, это действительно была какая-то каракатица. Ну, раз вы досмотрели этот ролик до конца, я вас очень поздравляю. И как вам этот МС-1 с дроном, который просто электрически тупит или не способен на продвижение? Короче, друзья, поэтому я прошу с вас лайкосик, подписку и присоединяйтесь в описании, друзья. Всё в описании, как я вам уже говорил, к Discord-серверу, где вы сможете сами искать баки вместе с теми, кто это делает. А я вам желаю всего наилучшего, и, конечно же, я загадаю танчик. Я думаю, всё просто. Я загадаю танчик из десятых уровнях дерева танков Китай. Это будет либо WZ-113, 113GFT, либо WZ-75, либо WZ-113, 121 и 132.1. Секунду. У этого танка 400 среднего урона за выстрел. Однако... Однако он довольно ДПМный для такого орудия. И, в общем-то, гоняет он... Да, разгоняется он трудновато. В общем, нелегко ему разогнаться. Ещё гоняет он где-то среднее, может, чуть быстрее, если разогнаться. Есть боеукладки в корме. В корме башни, скорее всего. Но в бортах корпуса стопудово есть. Так, что же ещё такое есть? В общем, броня у него процентов 60. С плюсом прям во лбу. И действительно, иногда трудно пробить. Ну, в принципе, друзья, в принципе, я думаю, что хватит. Всего вам наилучшего. Спасибо за просмотр, пакета и отличного настроения.